Всем привет! Меня зовут Лиза Нагорская, я врач-педиатр, и наконец-то решила записать видео со своими рекомендациями подкастов, которые я сейчас очень часто слушаю, даже больше, чем читаю книг. Да, вот так. А пока вы подписывайтесь на мой канал, если почему-то еще этого не сделали, и ставите мне лайк, потому что потом просто забудете. Я хочу сказать, что подкасты — это идеальный формат для познания мира, себя и изучения новой информации, особенно сейчас. И мне кажется, что если вы еще не попробовали это для себя, то это тот знак, потому что их можно слушать и дома, пока вы занимаетесь делами, в зале, во время тренировки, во время, не знаю, по дороге на работу, на учебу, на велосипеде. Как вам удобно, когда вам удобно. И недавно меня попросили написать, какие подкасты я люблю, что натолкнуло меня на мысль о том, что надо снять такое видео. Ведь подкасты настолько плотно вошли в мою жизнь, что я не только их слушаю, но я и участвую в них, как приглашенный гость, и даже создала свой подкаст. Можете себе представить. Он называется «Врачебный чатик». И идея его создания появилась благодаря тому, что я ежедневно общаюсь с медиками, врачами, учениками наших курсов, и открыто говорю о проблемах, которые волнуют нас всех. И мне захотелось, чтобы подкаст стал именно тем местом, в котором мы спокойно можем обсудить острые медицинские темы. Поэтому и формат подкаста такой, что три выпуска я прошу у своих коллег рассказать свои истории, поделиться мыслями и опытом. А в четвертом выпуске мы общаемся с приглашенным гостем. Например, мы обсуждали бестолковых коллег и этику в медицине, проблемы ординатуры в России с приглашенным гостем Владиславом Ледовским, и узнали, может ли врач лечить онлайн, и даже сравнивали работу врачей в Москве и в регионах. Во всех выпусках вы услышите реальные истории практикующих врачей, а это очень ценно. Я оставлю ссылку на наш подкаст в описании к этому видео. Обязательно слушайте нас на всех площадках, а в комментариях под этим видео пишите, какие темы обсудить в следующих выпусках. Ну что ж, это был первый подкаст «Врачебный чатик». А второй подкаст связан не с медициной, потому что у меня всегда есть желание развиваться разносторонне, и мне вообще кажется, что это обязательно условие для врачей изучать что-то помимо медицины, чтобы отдыхать от нее и даже профилактировать выгорание. Подкаст называется «Закат империи», в котором мы узнаем поразительные истории о людях и событиях начала 20 века. Все то, о чем мне рассказывают в учебниках истории, хотя это очень-очень интересно и познавательно. Там уже более 200 выпусков, так что есть, где разгуляться, что повыбирать. Только послушайте вот это описание к подкасту. Это время невероятного взлета искусства, время идеалистов-революционеров, время политических перемен и свободных СМИ, время расцвета мистицизма и время прогресса, время двух революций и двух войн. Сразу хочется приступить к прослушиванию. Согласна, но звучит действительно интригующе. В общем, я вам очень сильно советую послушать этот подкаст. Третий подкаст называется «Сперва роди». Я его просто обожаю. Этот подкаст о родительстве и не с позиции мам, как мы привыкли. Главные герои и рассказчики в нем трое отцов, которые еще приглашают других отцов, и они не дают никаких советов. Они сами пишут, делятся тревогами, переживаниями своими, смешными историями из своей жизни и из жизни детей. Мне кажется, что это очень интересно услышать в сторону мужского пола, как дети изменили их семьи и их самих. Мы часто говорим о проблемах мам, ну и это правильно, но ведь отцы такие же полноценные родители, которые также сталкиваются с проблемами. Кстати, у них даже может быть тоже послеродовая депрессия, между прочим. Так что обязательно рекомендую послушать этот подкаст и посмотреть на ситуацию с разных сторон, ну вообще похихикать, потому что парни, мужчины там рассказывают очень смешные, классные истории, очень жизненные. И это даже интересно не только тем, кто педиатр или у кого есть дети. Нет, вообще всем. Четвертая рекомендация. Возможно, будет интересно не всем, да, но я как создательница школы люблю также послушать профессиональные подкасты на тему бизнеса. Их достаточно много и вообще о бизнесе много говорят. Ну да, ведь я не только врач-педиатр, но еще и управленец, и один из моих любимых подкастов называется «Несладкий бизнес». Самое интересное и привлекательное, что в нем рассказывают о себе и о своем опыте не только две главные героини, но мы можем послушать еще и истории разных людей, которые начали свое дело вообще с нуля. И каждое выпускание и Настя общаются с разными предпринимателями разных сфер деятельности, причем разных вообще масштабов, от небольших микро-кафейн до IT-корпораций. А мы можем благодаря этому получить опыт других людей, и это очень вдохновляет и мотивирует, и меня как управленца наталкивает на множество новых идей каких-то. Пятый подкаст, который на самом деле я рекомендую всем, в первую очередь, это подкаст «Почему мы еще живы». Я как человек, который занимается подкастами сам, и очень много вообще их слушаю. Я поражена уровнем организации и продакшна этого подкаста. Его очень приятно слушать, ты как будто вообще погружаешься в историю, о которой повествует, кстати, врач-педиатр Федор Катасонов. И в этом подкасте вы узнаете историю медицины, как врачи вообще учились лечить болезни, которые раньше считались приговором, как совершали открытие в мире медицины и открывали иногда вообще случайно лекарства, без которых сейчас невозможна современная жизнь, и многое-многое другое. Я вам сильно советую начать его слушать. И еще одна рекомендация. Обязательно послушайте подкаст «Дышите, не дышите». Подкаст действительно очень полезный, особенно врачам, но пациентам тоже, чтобы понять с двух сторон, где мы ошибаемся в коммуникации, именно в коммуникации между друг другом. Там приглашают врачей в каждом выпуске и разбирают какую-то ситуацию, которая произошла, какой-то конфликт. Ну, например, врачу нужно сообщить плохую новость пациенту или родителю и рассказывать с двух сторон, что чувствует пациент, когда врач говорит, врач тренируется, перефразирует, рассказывает тоже про свои чувства. Это очень полезный подкаст, прямо вот реально для всех. Я очень сильно советую вам обратить на него внимание. Ну, как видите, подборка получилась максимально разнообразной. Обалдеть. Стая попугаев пролетела зеленых. Извините. Я, правда, поделилась тем, что слушаю сама, практически вообще ежедневно. И подкасты — это уникальный формат, который вошел в мою жизнь и прочно в ней остается, чему я очень рада. Я даже иврит, и английский учу с помощью подкаста. Да, я люблю читать книги, но подкасты позволяют за короткое время не только узнать новую информацию про те же книги, но и получить опыт других людей, как будто вообще с ними пообщаться. Надеюсь, что сегодняшнее видео было для вас полезным. Если это так, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. А я буду ждать в комментариях названия ваших любимых подкастов, чтобы пополнить свою подборочку. Уверена, что с помощью вас я смогу найти безумно интересные какие-то истории, подкасты, которые я даже ничего и не знала, и не слышала. Не забывайте подписываться на наш подкаст, врачебный чатик, ставить здесь колокольчик и ставить лайк этому видео. Ну, а мы встретимся в других видео. До скорых встреч. Пока-пока. Кима, просыпайся, видео заснято. Ты очень мне хорошо помогла. Спасибо. Да, до свидания. Всем скажи пока.